Почему Александр всегда говорит, что он крепится к середине носа, почти к середине носа? То есть на самом деле наши колонны фильтрума это ничто иное, как мышцы, поднимающие верхнюю губу. Во многом они сформированы именно ей, кроме, конечно же, там внутренних коллагенов, жировых объемов и так далее. То есть это мышца, которая идет и крепится к нашим крыльным хрящам. То есть вот они, крыльные хрящи. Они идут и подворачиваются вот сюда. Они не доходят до какого-то самого основания. То есть вот они вот тут уже ножки носа подвернулись, понимаете? Вот они. Вот крыльный хрящ. И вы прямо должны для себя это понять. Боже мой, Александр, неужели это так? Неужели крылья носа уходят настолько глубоко туда? Вот здесь вот у нас практически кость, а тут еще, простите, до кости далеко. Понимаете? Это профиль. Это, мои дорогие друзья, это профиль. И дальше мы с вами попадаем, соответственно, на то, куда именно крепятся мышцы, поднимающие губу. Она крепится именно к ножкам носа, вот сюда. Именно сюда. А они заканчиваются почти на середине носа, наши колумелы заканчиваются, понимаете? То есть вот ножки носа заканчиваются вот здесь. Это одна треть, а мышцы, поднимающие верхнюю губу, пойдут дальше. Именно поэтому у многих людей, когда они говорят, у них говорит нос. Например, вот я сейчас говорю, видите, у меня говорит нос. Потому что все цепляется вот за эту ножку носа, которая, собственно, является частью крыльного хряща и тянет ее к губе, потому что губа тянется наверх для артикуляции. Вот так вот.